МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Возможно ли взятие российскими войсками украинского города Часов-Яр в ближайшие недели при нынешнем снабжении ВСУ оружием и боеприпасами? Владимир Зеленский призывает страны НАТО помогать защищать небо Украины так же активно, как США, Великобритания и Франция помогают защищать свое небо Израилю. Правительство Испании приняло решение отменить так называемые золотые визы для иностранных граждан, сделавших крупные инвестиции в испанскую экономику. Так же сегодня. Репортер Нью-Йорк Таймс сообщил, что Трамп задремал во время заседания. Это, конечно, стало обсуждаться. В свое время он дал Байдену кличку «Сонный Джо». Теперь ему эта кличка возвращается. Не является ли он сам сонным Доном? В Нью-Йорке Дональд Трамп предстал перед судом, который будет рассматривать одно из четырех возбужденных против бывшего президента США уголовных дел. Много событий в России за ее пределами в последние дни отвлекают внимание от войны, которую Россия ведет против Украины. Тем не менее, эта жестокая война продолжается. Российские войска пытаются вести наступление в Донбассе. По данным западных средств массовой информации, Владимиром Путиным им поставлена задача взять ключевой опорный пункт ВСУ, город Часов-Яр, к 9 мая. Несмотря на недостаток боеприпасов и оружия, украинская армия продолжает оказывать упорное сопротивление, сдерживая этот натиск. Вот что о соотношении сил говорит командир батальона ударных БПЛА «Ахиллес» 92-й бригады ВСУ Юрий Федоренко. Что касается артиллерии и систем реактивного огня, то соотношение сейчас 1 к 6, 1 к 7. И такова реальность. На один наш выстрел противник может ответить 6-7 раз. У противника полное преимущество в воздухе. Они активно применяют авиацию, как ударные бомбардировщики, так и вертолеты. И наносят удары управляемыми авиабомбами, которые они модернизировали и которые теперь попадают точнее. 500-килограммовая бомба, падающая на позиции, это очень мощное оружие. Если говорить о БПЛА, то у противника есть преимущество в дронах типа «Крыло» и типа «Коптер». Почему у них преимущество? Потому что у них прямые контракты с Китаем на поставки деталей. А Украине приходится искать детали через третьи страны. Искать альтернативные пути поставок, чтобы собирать коптеры, которые мы можем накопить на линии фронта. Что касается FPV дронов, то к началу ноября у противника было 5 дронов на один наш. Сейчас у ВСУ дронов FPV стало больше. Это делается как за счет государственных программ по расширению производства, так и за счет иностранной поддержки. Что же касается дронов-бомберов, то тут Украина полностью впереди. А нам удалось не просто разработать эффективные средства, которые способны выполнять ряд задач, нести мощные боеприпасы, поражающие позиции противника и их бронированную технику. Эти дроны могут выполнять и гуманитарные функции, доставляя на наши позиции и медикаменты, и питание, и боеприпасы, и много чего еще. Таких средств у ВСУ за 2023 и за первую половину 2024 года стало гораздо больше. Поэтому у меня есть сдержанный оптимизм. Потому что так или иначе, при отсутствии боеприпасов, нехватки личного состава силам обороны Украины удается делать невозможное. Это был командир батальона ударных БПЛА «Ахиллес» 92-й бригады ВСУ Юрий Федоренко. Фрагмент эфира украинской службы «Радио Свобода». По данным Американского института изучения войны, в Кремле рассчитывают, что при нынешнем снабжении оружием и боеприпасами подразделения ВСУ оставят часов яр в течение ближайших нескольких недель. Высокопоставленные представители украинского политического руководства, включая министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, прямо заявляли в последние дни, что Украина может потерпеть поражение в войне с Россией, если масштабы западной военной помощи не будут резко увеличены. Тем не менее, украинский военный эксперт Сергей Грабский считает, что ситуация на фронте сейчас достаточно стабильная, и что у России нет потенциала, чтобы одержать решающую победу над ВСУ. Фронт на сегодняшний день – это линия, которая стабилизировалась стабильно, с некоторыми тактическими изменениями, за исключением некоторых локаций буквально. Это к коим относятся, в общем-то, и часа в яр. Вдоль всей линии фронта создалась такая ситуация, когда фактически движение в ту или другую сторону очень и очень ограничено, в силу того, что есть некий условный баланс между применением артиллерии и широким применением дронов. То есть российская сторона более упывает на артиллерию и наносит удары, при этом украинская сторона более упывает на дроны, создавая такую серую зону, или, как пишут некоторые корреспонденты, зону смерти на расстоянии до 15 километров от линии фронта. Поэтому мы сейчас наблюдаем попытки наступательных действий российских войск с очень ограниченными успехами буквально на нескольких локациях. Таковыми является зона в районе Часов-Яра, где противник, не считаясь потерями, рвется вперед, и противник продвигается с огромными потерями на запад от Авдеевки, пытаясь оттеснить украинские войска и прорвать линию обороны, которая спешно создается на этом направлении для того, чтобы прикрыть Покровское. И в последнее время отмечалась некая активизация попыток российских войск атаковать украинские позиции в юго-восточной Часов-Яра. В других направлениях мы, в общем-то, не видим каких-то серьезных изменений линии фронта. На Купинском, на Лиманском направлении наблюдается определенная стабилизация. Почему Часов-Яр? Ну, во-первых, я бы сказал так, что он является одним из ключевых постов на дороге в Константиновку, и мы понимаем, что Константиновка является уже передовой позицией условно-грамматорско-славянской агломерации. И на этом направлении нас могут ожидать ожесточенные бои, если противнику удастся прорваться к Константиновке, собственно. А насколько будут успешными эти действия, в общем-то, трудно предсказать, потому что, с одной стороны, мы видим отчаянные попытки россиян пробиться к этому населенному пункту, и они не считаются с потерями, но здесь возникает вопрос. А именно, как надолго хватит у них таких ресурсов. Мы видим уже на примере Купенска, мы видим на примере Лимана, что противнику очень сложно пробиваться вперед, и несмотря на просто колоссальное наращивание усилий, особого эффекта такие действия не имеет. Поэтому, несмотря на огромную сложность ситуации, мы этого тоже не скрываем, украинские войска держат оборону, нигде не удалось прорвать линию фронта, ибои продолжаются. Украинские войска держат линию обороны, и российская армия, в общем-то, не имеет на сегодняшний день возможности проводить какие-то активные наступательные действия на уровне оперативных операций. Тактическое продвижение на тех участках, а их очень немного, и мы с вами их перечислили, их можно уместить на пальцы одной руки, имеет место, но оно осуществляется за счет, а, колоссальных потерь, б, за счет сосредоточения. На этих участках просто огромного преимущества сил и средств. Но это очень ограниченные тактические участки. И это делается за счет и в ущерб другим участкам. Я не зря упомянул Купянское и Лиманское направления, на которых противник, в общем-то, не осуществляет боевые действия, а южнее Кремля, мы, украинские войска, перешли в контратаки и отбили часть территории. И это тоже факт. А что касается помощи, мы видим, как бы, ситуацию, при которой Германия передает, как минимум, один патриот. Достаточно ли этого? Конечно же, нет. Означает ли такое небольшое количество патриотов то, что Украина должна сложить оружие? Нет, ни в коей мере. Поэтому я далек от мысли о поражении Украины, особенно в ситуации, когда, в общем-то, она стабилизируется. Давайте вспомним, не вырывая из контекста, то сообщение, которое мы знаем, а именно буквально через месяц-полтора или уже начинают поступать боеприпасы так называемой чешской инициативы. Это порядка миллиона снарядов, которые гарантированно уже придут в Украину. Мы говорим о самолетах, и речь идет сначала о 6, 12, 24, а то и 50 самолетах. Изменит ли это ситуацию, перейдет ли Украина на наступление? Ни в коем случае. Мы даже об этом не говорим. И, в общем-то, с самого начала военно-политическим руководством Украины было заявлено о стратегической обороне на 2024 год. Снижается ли темп наращивания усилий по производству нашего внутреннего вооружения и боевой техники? Нет. На этот год заложено производство, как минимум, на уровне 6 миллиардов в год. И это связано в том числе и с тем, что, к сожалению, украинский бюджет не может обеспечить наши все мощности по производству вооружения и боевой техники. В коих сегодня уже примерно на 9 миллиардов долларов. Так и может Черноморский флот России, или вернее его остатки, уже имеет возможность совершать какие-то рейдовые действия, или они угрожают Одессе? Или мы наблюдаем сосредоточение войск на Харьковском направлении, или угрозы Киеву? Нет, мы этого не видим. Несмотря на то, что российская армия, да, имеет возможность на сегодняшний день наращивать свои усилия. И динамика говорит о том, что с середины февраля до середины апреля им удалось нарастить группировку на 40 тысяч человек. Говорил украинский военный эксперт Сергей Грабский. Это фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Ну а президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении призывал страны НАТО активнее помогать Украине защищать свою территорию от ракетных атак и ударов дронов со стороны России. Зеленский сослался при этом на опыт Израиля, который, используя помощь США, Великобритании, Франции и Ордании, отразил недавно массированную ракетную атаку со стороны Ирана. Зеленский особо отметил, что Израиль при этом не входит в Североатлантический союз. Весь мир увидел под действием союзников в небе Израиля и соседних стран, насколько эффективным может быть единство в защите от террора, если в основе этого единства достаточная политическая воля. Вместе действовали Израиль, Америка, Великобритания, Франция и Ордания. Действовали максимально эффективно. Вместе они не допустили, чтобы террор взял верх. И вместе работают со многими другими, чтобы не было и дальнейшей эскалации. Израиль не является членом НАТО и не требовалось ничего такого, как активация пятой статьи. И никто не оказался втянутым в войну. Они просто помогли защитить жизнь. Шахеды в небе Украины звучат так же, как и в небе Ближнего Востока. Баллистика повсюду бьет одинаково, если ее не уничтожить. Небо Европы могло бы давно получить необходимую защиту, если бы и у Украины была подобная полная поддержка со стороны партнеров при отражении атак дронов и ракет. Террор должен терпеть поражение повсюду и полностью. А не где-то больше, а где-то меньше. Это был фрагмент видеообращения президента Украины Владимира Зеленского. Спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майк Джонсон, объявил вчера, что несколько законопроектов, которыми предусматривается выделение военной помощи Израилю, Украине и другим союзникам Соединенных Штатов, будут рассмотрены и, возможно, уже на этой неделе. Джонсон подчеркнул, что весь мир наблюдает за тем, как США поддерживают своих союзников, и что для оказания им необходимой помощи рассматриваются сразу несколько вариантов. Мы разработали план действий по поводу ситуации с оказанием помощи. Повсюду в мире происходят ключевые события, за которыми мы внимательно наблюдаем. А мир наблюдает за нами, чтобы понять, как мы на них реагируем. Повсюду в мире есть террористы и тираны, такие жестокие лидеры, как Путин, Си, иранские лидеры. Они наблюдают, насколько твердо мы поддерживаем своих союзников, защищая их собственные интересы. И мы эту поддержку продолжим. Мы вынесем на рассмотрение Палаты представителей отдельные меры. Мы не будем проводить голосование по закону об оказании помощи в его нынешнем виде. Мы будем голосовать по четырем отдельным пунктам. Мы будем голосовать по помощи Израилю, по помощи Украине и по помощи в Азиатско-Техокеанском регионе, и по финансированию вопросов, касающихся нашей собственной национальной безопасности. Там предусмотрены варианты предоставления кредитов, конфискации замороженных российских активов, санкции против Ирана и другие меры, которые мы уже давно обсуждаем. Говорил спикер Палаты представителей Конгресса США, Майк Джонсон. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 16 апреля. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Еще одно важное, но уже внутриполитическое событие в США. В Нью-Йорке начался судебный процесс над Дональдом Трампом по первому из четырех уголовных дел, возбужденных против бывшего американского президента, который сейчас мечтает вернуться в Белый дом. Никогда еще бывший глава американского государства не оказывался обвиняемым в суде по уголовным статьям. И поскольку Трамп, к тому же, является кандидатом в президенты, все это может оказать серьезное влияние на исход президентских выборов в США в этом году. Вот что рассказывает обозреватель радио «Свобода», ведущий канала «Кокусы Праймери» в социальной сети «Экс» Валентин Барышников. Против Трампа выдвинуто 34 уголовных обвинения о фальсификации деловой отчетности, якобы, чтобы скрыть выплаты порно-актрисе Сторми Дэниелс за молчание о якобы существовавших между ними сексуальных отношениях. Эта вся история относится ко времени президентской кампании 2016 года. Утверждается, что Дэниелс были переданы 130 тысяч долларов через адвоката Трампа Майкла Койна, и он, и еще бывшая помощница Трампа Хоуп Хиггс, как ожидается, дадут показания на процессе. Трамп все обвинения отрицает и утверждает, что является объектом политических преследований, охоты на ведьм. Ожидается, что суд продлится 6-8 недель, и Трампу предстоит совмещать предвыборную кампанию с появлениями в судебном зале. Напомню, что это не единственное дело. Он является обвиняемым в четырех уголовных делах, помимо вот этого начавшегося процесса о выплатах Сторми Дэниелс. Также есть дела о неправильном обращении с секретными документами в резиденции Трампа Мара Лага во Флориде. Федеральное дело о попытках отменить результаты проигранных Трампом президентских выборов 2020 года и дело о попытках отменить результаты выборов в штате Джорджия. Однако рассмотрение трех остальных дел в защите Трампа пока что, по крайней мере, удается удачно затягивать, и, возможно, единственным, по которому процесс состоится, до выборов окажется как раз вот это дело о выплатах Дэниелс. Считается, что нынешнее дело самое слабое из всех, и даже если Трампа признают по нему виновным, совсем не обязательно, что ему грозит срок в тюрьме, и он не был осужден ранее, и его обвиняют в ненасильственном преступлении. В таких случаях часто наказание может быть не связанным с лишением свободы. Но обвинительный приговор может оказать значительное влияние на предпочтение избирателей. В вопросах общественного мнения в последние месяцы поддержка Трампа снижалась, когда опрашиваемым респондентам задавали вопросы гипотетической ситуации, что он признан виновным. Снижалась на несколько процентов, и в условиях очень близкой предвыборной гонки эти несколько процентов могут отдать победу Байдену. По последнему опросу Рейтерс, две трети избирателей считают дело о выплатах Дэниелс в той или иной мере серьезным, и это довольно много, то есть это большинство избирателей. Хотя это уступает, скажем, отношению к делу в Джорджи, которые серьезным считают три четверти избирателей. В ближайшие пару недель в суде будет отобрано жюри присяжных. Как сообщается, кандидатов в присяжные не будут спрашивать в процессе отбора об их политических предпочтениях, но будут выяснять, из каких источников они черпают информацию. Работали ли они или их родственники, или друзья на Трампа участвовали в деятельности какого-нибудь движения против Трампа, есть ли у них сильные эмоции по поводу Трампа и его участия в президентской кампании, которые могут помешать им быть честными, непредвзятыми членами жюри. И вот первый день процесса над Трампом вчера показал, что выбрать присяжных будет очень трудно. Десятки нью-йоркцев, которые были вызваны в суд для отбора в жюри, говорили, что не смогут оставаться непредвзятыми. И это еще до того, как стороны обвинения защиты приступили к отсеиванию кандидатов. Трамп – одна из самых спорных фигур в Америке, найти в Нью-Йорке 12 непредвзятых присяжных и еще 9 запасных будет непросто. Главный жемел вчерашнего дня репортер New York Times сообщил, что Трамп задремал во время заседания, и это, конечно, стало обсуждаться. В свое время он дал Байдену кличку «Сонный Джо». Теперь ему эта кличка возвращается. Не является ли он сам сонным доном? И напомню, что оба кандидата в президенты не молоды, и, конечно, это вызывает нарекания публике. И последнее, что остается тут сказать, что Байден и его компания стараются держаться в стороне и не комментировать процесс, чтобы не давать Трампу повода для его утверждений, что все это политическое преследование. Но Трамп, конечно, в любом случае это будет говорить, и вообще он будет активно использовать появление в суде в качестве предвыборной трибуны. Рассказывал обозреватель радио «Свобода» Валентин Барышников. Время свободы. На фоне продолжающихся мощных паводков сразу в нескольких регионах России фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором говорится, что Николай Казупица, сын мэра, сильно пострадавшего от затопления города Орск, Василия Казупицы, недавно купил себе квартиру в Дубае, стоимость которой, по оценкам ФБК, составляет около 33 миллионов рублей. Это приблизительно 350 тысяч долларов. Давайте послушаем фрагмент расследования. Его на канале Навальный представили соратники Алексея Навального, Руслан Шеведдинов и Георгий Албуров. Его новенькие апартаменты располагаются в жилом комплексе «Бенгатти-Нова». Вон его жена Наталья, невестка мэра Казупицы, хвастается в своем инстаграме сообщением от застройщиков, в котором их поздравляют с покупкой. 91-метровая квартира в новеньком элитном жилом комплексе с бассейном и тренажерным залом должна была обойтись Казупицам-младшим где-то в 33 миллиона рублей. Вообще-то, судя по их соцсетям, потомки Единоросса и Зорская живут все-таки на два дома. Первый из них в Дубае, а второй, нет, совсем не в Орске. В октябре прошлого года, вскоре после мобилизации, семья Казупицы-младшего переехала в Саудовскую Аравию. Спасибо большое Казупицам за подробные доклады переезда. Они сами все очень хорошо рассказали в своих соцсетях. Мы буквально по дням можем отследить, когда они прилетели. Когда заселились на виллу, выложили фото с надписью «Добро пожаловать домой». За день до этого Наталья Казупица публиковала свеженькие, только что полученные водительские права и, кстати, виды на жизнь для всей семьи тоже есть. Ну, то есть они как будто специально хотят Арчанам рассказать все подробности про свой отъезд из России. Внуки Орского единоросса Казупицы уже ходят в местные детсады и школы, где обучаются по британской системе. Не сомневаюсь, что важной частью британской системы обучения является то, что крыша дома, где живут дети, не отделяется от стен и во время наводнения не уплывает куда-то в далекие края. Это был фрагмент расследования, которое вчера опубликовал Фонд борьбы с коррупцией. Многие обратили внимание не только на стоимость апартаментов сына мэра Орска, но и на тот факт, что Казупица-младший уехал из России как раз в тот момент, когда в стране была объявлена мобилизация на войну в Украине. Василий Казупица, мэр Орска, немедленно после публикации расследования ФБК выпустил собственное видеообращение, в котором вступился за сына. Мой сын закончил высшее учебное заведение с отличием. По специальности инженер-геолог. Очень около 10 лет работал на Сахалине, в тяжелейших условиях. А сейчас с семьей уехал на работу, куда его пригласили, в Саудовскую Аравию. Там, кстати, тоже немед, там очень жарко и очень сложный климат. Он сейчас там работает. Я горжусь тем, что мои дети всего добиваются сами. И я этого, кстати, ни от кого не скрывал. А моя жена всегда со мной и вместе со мной переживает эти трудные времена. Это был мэр города Орск в Оренбургской области Василий Казупица. Отмечу, что Казупице пришлось в сложившейся ситуации оправдываться перед арчанами, несмотря на тот факт, что фонд борьбы с коррупцией в России давно признан экстремистской организацией, а его создателя Алексея Навального, со дня смерти которого сегодня исполнилось два месяца, Владимир Путин много лет считал своим злейшим врагом и фактически убил. Но просто отмахнуться от расследования ФБК мэр Орска явно побоялся. И добавлю, что по данным издания «Важной истории» в Оренбургской области во время наводнения погибли как минимум пять человек. Причем четыре человека погибли в Орске. Это 65-летний Сергей Ларин, 82-летняя Зоя Степанова, 70-летний Юрий Ларионов и 57-летний Рустам Ахметов. Еще один человек погиб под Оренбургом. Это 51-летний житель поселка Пригородного Андрей Чернышев. В понедельник глава Министерства по чрезвычайным ситуациям России Александр Куренков во время визита в Орск утверждал, что в городе нет погибших в результате прорыва дамбы. И как минимум двое жителей Орска пропали без вести. Это пенсионерка Нина Соловьева и ее сын Алим Сатегулов. Родственники ищут их уже больше десяти дней. И последняя сегодня тема. В Испании принято решение отменить так называемые золотые визы. Они предоставляли право проживания в стране в обмен на крупные инвестиции. Скажется ли это мера на россиянах, желающих обзавестись в Испании недвижимостью? Ответ на этот вопрос искал наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий. Правительство решило больше не предоставлять право состоятельным гражданам стран, не являющихся членами Евросоюза, обосновываться в Испании за деньги. Ранее эта категория лиц могла получить вид на жительство, сделав вложение в испанскую недвижимость размером не менее 500 тысяч евро или от миллиона до двух в различные фонды и другие финансовые учреждения. Эта мера коснется в основном граждан Соединенных Штатов, которые до сих пор занимали первое место по числу приобретаемых золотых виз, а также выходцев из Китая, Марокко, Канады, Венесуэлы и некоторых других стран. Россиян она тоже затронет, но в меньшей степени, так как в России испанские золотые визы никогда особым спросом не пользовались. За последние 10 лет их получили порядка тысячи столиц. В это же десятилетие российские граждане ежегодно покупали в Испании на общих основаниях до 4000 единиц недвижимости. Приобретение жилья стоимостью до 500 тысяч дает возможность находиться в стране не более 6 месяцев в году, в то время как обладатели золотой визы могут жить постоянно и работать по найму. Между тем, свое решение отменить эти визы испанский Кабмин мотивировал желанием бороться с социальной несправедливостью. О новой мере объявил лично премьер Педро Санчес. Мы отменяем предоставление так называемых золотых виз, которые позволяли получить вид на жительство в Испании в обмен на инвестиции больших сумм в недвижимость или финансовые фонды. Это положение было введено в 2013 году, правящей в то время Народной партией. Нынешняя мера призвана гарантировать, что обретение жилья в нашей стране станет неотъемлемым правом народа, а не предметом спекуляции с привлечением иностранцев. Ведь на сегодняшний день 94% вложений лиц, желающих получить золотую визу, идут не в фонды, а именно на приобретение недвижимости. Торгующие компании не поддержали правительственную меру, утверждая, что запрет золотых виз лишит Испанию налогов с крупных продаж, которые могли бы идти на спонсирование строительства недорогого жилья для местного населения. Ну а парламентская оппозиция даже высмеяла власти за популистское, как она полагает, начинание. Спикер ныне оппозиционной Народной партии Мигель Тельяду. Мера, предложенная главой правительства, коснется лишь 0,02% жилья, возводимого в нашей стране. Именно столько продается у нас претендентам на золотую визу. Эта инициатива – лишь домовая завеса, чтобы скрыть неспособность правящего кабинета решать жилищную проблему. Здесь все ясно. Санчесу за его жилищную политику можно поставить лишь жирный ноль по оценочной десятибалльной шкале. Его новая мера работать не будет. Добавим, что по данным испанских риэлторов, покупатели дорогой недвижимости из России, ввиду разного рода обстоятельств, как правило, стараются осуществлять свои сделки анонимно и оформлять жилье на какие-либо компании, часто зарегистрированные в офшорных зонах. К тому же оформление дорогой собственности на юридическое лицо позволяет несколько сократить налоговые выплаты. Виктор Черецкий для «Радио Свобода» «Мадрид». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода» в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова